Вот, Максим, компьютерный клуб. Сколько же здесь детей летом будет проводить время? Это же очень плохо. Но это и плохо, и неплохо. Кто-то играет, а кто-то рисует эти игры. Как провести лето с пользой? Об этом говорим сегодня. Вот такие компьютерные игры, такую виртуальную реальность могут создавать даже дети. И обучают такому и в Оренбурге тоже. А я ведь играла в такие игры, но никогда не задумывалась о том, как они создаются. А вот об этом нам и расскажет Светлана Кузнецова, директор компьютерной академии ТОП. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. А где мы сейчас были? Я пригласил в какой-то волшебный мир Наташу, и мы видели, что это компьютерная игра. Ну, что это было? Мы были сейчас в локации компьютерной игры. Это выпускная курсовая работа студентов, компьютерной академии по факультету компьютерной графики и дизайна. Это результат их трудов. Как это все создается? Это как-то они дома там строят. Готовые. Городи уже готовые. Вроде хирмы ВКонтакте, знаешь, тебе дают готовые домики, газон, ты все это наполняешь. Да, как мы сами строили. Это так же происходит или как-то иначе? Вообще-то, конечно, очень много используется различных программ. И это работа трех студентов, взрослых людей уже. То есть это серьезный проект, над которым они трудились полгода. Вот наша компания делает довольно много компьютерной графики, и я знаю, что это очень сложный процесс. Конечно. И я удивлен, что люди молодые могут это делать. Вот сколько нужно сидеть дней и ночей, чтобы до такого уровня доработиться? Ну, на самом деле, все это зависит от уровня задачи и уровня проекта. То есть для понимания, у нас детки 8-9 лет уже знакомятся с 3D-моделированием, например, с основным 3D-моделированием. Но это, конечно, работа, она была курсовая, то есть люди по итогу ее получали диплом, это была профессия. То есть полгода она ушла у них, ушло полгода на подготовку этой дипломной работы. А самый юный возраст, в каком возрасте можно познакомить вот с этим процессом ребенка, чтобы он понимал, что не только ферма ВКонтакте возможна создать игру, но и прямо... Ну, на самом деле, мы еженедельно проводим совершенно бесплатно ознакомительный мастер-класс, на которых у нас может попасть любой ребенок нашего города, предварительно зарегистрировавшись. И, например, 3D-моделирование героя компьютерной игры Minecraft, да, он мега популярный, очень любимый. Или там 3D-моделирование героя игры Brawl Stars, тоже еще очень любимый тренд у очень многих детей. Это возможно сделать с 7-летнего возраста. Ну, естественно, под руководством наших педагогов по этапам мы все рассказываем, объясняем, показываем. И самое главное, мы даем возможность, инструменты, если ребенку это интересно, он может потом это делать дома и совершенствоваться в этих навыках. То есть это не так сложно, если ребенок 7 лет может это сделать? Ну, конечно, просто это же вопрос уровня. То есть, понимаете, одно дело, когда кто-то подойдет к станку и задерет ножку, а кто-то будет крутить фуэте. То есть вот эта разница вся, то есть уровень знаний, как мы учимся с вами читать, по буковкам, складываем слога, а потом есть люди, которые пишут гениальные поэмы. Да, но важно, чтобы ребенок при этом не зевал. Вот увлечь его вот этим миром. Вы каким образом это делаете? Вот если говорить про школьников, прям совсем юных, там, 7-летний, 7-й класс. Говорить именно вот про, ну, по сути, первоклашки, на самом деле, у нас уже начинают обучаться. Тем более. Вообще к нам приходит большое количество родителей с запросом про то, что у нас ребенок пропадает в интернете, пропадает в телефоне, смотрит какие-то непонятные там ТикТоки, какие-то Ютуб-каналы. Мы переживаем, что он просто так разит свое время. Мы переживаем, что он там непонятно чему научится, увидит какой-то нехороший контент и так далее. То есть опасений у родителей в этом смысле много. Пытаться их ограничить от интернета ребенка, это совершенно бессмысленно в современном мире, потому что, ну, все там находятся, это новая реальность для многих детей, современная. Поэтому наша задача направить интерес ребенка в мирное русло, скажем так. Поэтому наши студенты, они не столько играют в компьютерные игры, сколько они учатся разрабатывать эти компьютерные игры. И для этого, конечно, у нас серьезная программа обучения пятилетняя. То есть у нас детки обучаются с 7-летнего возраста до 14 лет. За это время они проходят 27 IT-специальностей, IT-направлений. Это крайне важно для того, чтобы, ну, во-первых, познакомиться с ними со всеми по каждому блоку. У них есть свои экзамены, курсовые работы, коллективные проекты. И, конечно, они, во-первых, обретают большое количество навыков. Во-вторых, они понимают, кем они хотят быть дальше. Потому что это сейчас огромная проблема у многих родителей-подростков. Мы не знаем, кем мы хотим быть. Понятно, что сфера IT сейчас, она мега востребована. Она по многим ситуациям сейчас, ну, действительно, одно из самых перспективных направлений. Даже если мы посмотрим с вами на указ президента о поддержке, да, там, сферы IT. Но нужно понимать, что это огромный мир. И нужно выбирать именно то, что тебе интересно. Чем ты хочешь заниматься в дальнейшем? Ты хочешь быть классическим прогером, писать, да, там, разрабатывать какие-то... Может быть, ты хочешь делать мобильные приложения. Может быть, ты хочешь создавать сайт. Может быть, ты хочешь быть в команде, которая создает суперкомпьютерную игру. И вот этому всему мы учим. Да, ну, главное же понять, что интересно. Прежде чем выбрать профессию, у вас есть летние курсы, летняя программа. И туда могут прийти дети, как раз, я так понимаю, для того, чтобы определиться, им интересно это, либо не интересно. Да, безусловно. Вообще, вот это самый лучший, наверное, вариант входа, потому что, конечно, далеко не каждый ребенок или каждый родитель решится так пойти обучаться на 5 лет, да, потому что это серьезно. Поэтому у нас все лето работают, и вообще, в принципе, все каникулы, летние каникулярные программы образовательные, где ребята за 2 недели знакомятся с нашими такими вот блоками крупными, которые у нас составляют наше направление, наши работы. То есть они учатся, знакомятся с языками программирования, они будут программировать, они создадут свой первый сайт, они будут заниматься робототехникой, они познакомятся с 3D-моделированием и будут печатать на 3D-принтере. Кроме того, у нас интересная развлекательная программа дополнительная, то есть мы ходим на экскурсии в IT-компании, мы ходим в музеи, у нас квесты, спортивные тренировки. То есть мы стараемся по максимуму ребенка обогатить, и чтобы у него было хорошее времяпрепровождение, новые друзья, и самое главное, конечно, обретение новых интересов. Я смотрю, и у тебя глаза загорелись. Глаза загорелись, хочу посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами пришли в аудиторию, где у нас ребята располагаются в возрасте 13-14 лет. Это наше звено Малой компьютерной академии. Здесь также аудитория посвящена отдельной тематике. Это мы аудитория называем, аудитория со Стивом Джобсом. Также здесь находится наш заведующий кафедр КОБЗИВ Анастасия Сергеевна. Расскажи, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь? Вообще мы тут занимаемся, на этом курсе мы сейчас занимаемся разработкой игр, дизайном. Сколько тебе нужно времени, чтобы уже вот прям разработать свою полноценную игру? Ну, наверное, дня 3-4, максимум 5. 3-4? Я думала, что это годами делается все. Нет? Нет, многие игры создавались просто из-за того, что автор хотел как-то провести время. Совсем маленький, ребят. Да, здесь у нас в данный момент занимается звено 9-12 лет. Ребята, все поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Дизайн этой аудитории и работы на ее стенах были разработаны нашими студентами старшего звена по направлению компьютерная графика и дизайн, который в этом году у нас переходит уже на третий курс обучения. Работает в данный момент 3D принтер. Один из проектов наших ребят он печатает. Потом в дальнейшем по окончанию печати ребята смогут забрать его себе домой. В процессе программы обучения у нас присутствует такой предмет, как 3D-моделирование, где наши ребята учатся создавать собственные 3D-модели. И как итоговый проект у них получается достаточно серьезная 3D-модель. Одна из них в данный момент печатается. Вы сегодня пришли со своей дочкой Полиной. Полина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, на каком вы факультете и чему вы уже научились? Здравствуйте. Я обучаюсь на факультете компьютерной графики и дизайн. Второй год. Я изучаю растровую графику, векторную графику, работа фотолаборатории, верстка, типографика. В дальнейшем это дизайн мобильных приложений, веб-страниц. И самая вершина – это изучение 3D-моделирования, создание интерьеров, экстерьеров. А ты думаешь, тебе где эти навыки могут пригодиться? В будущем для профессии, развития в этом. Потому что это действительно интересно, важно и довольно популярно в наше время. Кем вы себя видите в дальнейшем? Я бы хотела попробовать себя во всех направлениях. С обработыванием фотографий, работой в фотолаборатории, созданием анимации, созданием страниц в интернете, сайтов. Информатика у тебя была наверняка в школе, и ты помнишь, что это довольно сложный предмет. Не очень любила меня, не увлекает. А математика? Ты обожала математику? Нет. Оказывается, и математикой можно увлечь детей. Андрей Филиппов у нас в гостях, который руководит кружком занимательной математики УЧИРУ. Как увлечь ребенка математикой? Насколько это реально? Здравствуйте. Увлечить ребенка математикой, я бы не сказал, что очень легко, но это возможно действительно. Очень важна программа сбалансированная. Очень важны педагоги, которые смысл в смысл передают эту программу, но при этом творчески ее реализуют. Условия задач написаны так, что их хочется уже решать. Они уже нестандартно написаны и требуют нестандартного подхода. А мы можем продемонстрировать? Вот у нас тут есть гости нашей программы, которые сейчас запросто легко решат задачу для первого класса. Бабушка приготовила для завриков сладости и спрятала их в коробку, оставив подсказки. То есть три коробки у нас будет. В одной из коробок вы найдете сладости, но будьте осторожны, одна из коробок пуста, а в другой сидит злой жук. На коробках есть подсказки, но все они неверны. Итак, вопрос. В какой коробке лежат сладости? Решая коллективными усилиями, мы думаем, что это фиолетовая коробка. Задача действительно интересная. Правильно, нет? О, ну здорово. Пусть будет. Ура! Между рабочими тетрадями и онлайн-платформой у нас есть различные математические квесты, головоломки. Вот сюда в студию я принес танграм. Это древняя китайская головоломка. Как показывает практика, интересно не только детям, но и взрослым. Для того, чтобы уметь работать с цифрами, нужна развитая логика, нужно аналитическое мышление. И вот как раз танграм способствует развитию логики. Это позволяет в уме привести всё в порядок ребёнку, соотнести часть и целое и подойти логически к тому, чтобы такую фигурку собрать. То есть это опять-таки логика. То есть то, что должно закладываться, то, что мы закладываем в своём кружке математики, это логическое мышление, аналитическое мышление, пространственное мышление, алгоритмическое мышление. Летние каникулы как можно с пользой провести? Программа летняя что даст? В летней программе городские каникулы Сучи.ру мы будем занимать детей не только математикой. Математика – это гимнастика для ума. У нас будет занимательная математика в достаточно интересной форме. Детям точно будет интересно. Могу сказать по опыту своей работы, как дети к нам идут в выходные дни, когда мы проводим уроки. Они идут с удовольствием, несмотря на то, что дни выходные. И кроме математики у нас, конечно, будет досугово-развлекательная часть. У нас будут различные мастер-классы по развитию лидерских качеств, например. У нас будет арт-мастерская по созданию персонажей игры, по мотивам игры Роблокс и Майнкрафт. Вот если Светлана говорит, что будем создавать 3D-модели, мы будем… Да, мы решили, что мы проведем коллаборацию. И ребята с нашего… А когда вы решили? Мы вот перед началом съемки решили. А в конце мы… Это все контрабас. А главное, что на выходе появятся специалисты молодые. Ну как математика может быть без информатики? Это же логично. У меня аж мурашки. Класс. Да, поэтому ребята придут к нам в гости на мастер-класс. Конечно, да. Если в компьютерной академии создаются 3D-модели виртуально, мы будем создавать эти самые 3D-модели физически. То есть своими руками наши дети поработают и получат таких персонажей. Кроме мастер-классов и арт-мастерской, конечно же, будут у нас выездные развлекательные мероприятия. Мы обязательно сходим в кванториум, на биоквантум, аэроквантум, для того, чтобы дети получили навыки интересных научных исследований, опытов, а также навыки моделирования и конструирования. Мы обязательно посетим с нашими группами крепость Асгард, для того, чтобы сыграть в реалити-игру по мотивам известной игры Форт Боярд. То есть кроме математики, конечно, мы будем заниматься еще и развлечением. Будем интересно организовывать свой досуг. Развивать логику всеми способами. Но вы все не рассказываете, а то так интересно. Развивать логику, аналитическое мышление всеми способами, как мы это и делаем в своем кружке. Кто-нибудь из тех, кто собирал, делал головоломку? Ну, в целом мне показалось, что достаточно легко и интересно. И тут различные фигурки. Ну, то есть, допустим, вот четвертый уровень – это птицы и водный мир. То есть рыбки различные, там петушки, попугаи. Это прикольно, но мне понравилось. Мне кажется, детям тоже интересно. Ну, это уровень какой? Для вас или для детей? Для детей, для детей. Это вы, кто говорит, так интересно. Это, конечно, все интересно, но это для детей. А вот что делать взрослым? Подросткам, которые уже поняли, что это интересно. Ну, на самом деле у нас есть очень классные профориентационные программы, именно как раз-таки для летнего периода. Они называются «Будкэмп. Погружение в профессию». То есть в течение двух недель ребята от 14 до 18 лет смогут познакомиться и погрузиться в профессию дизайнера, либо в профессию программиста. Потому что, конечно, у многих есть сомнения – мое не мое. Это нравится, это боюсь. Кого-то очень пугают там сложные языки программирования. Кто-то, наоборот, знает, что тот же самый язык программирования Python мега популярен. Я буду знать его, и все будет у меня прекрасно. Здесь две недели? Тоже летом, да? Да, да. То есть у нас получается, что за весь этот летний период у нас будут… Вообще у нас пять видов программ, рассчитанных на различный возраст. То есть для деток 7-8-летнего возраста это одна программа. С учетом их знаний, навыков, возможностей физических. Для ребят 9-12 и три вида программы. То есть там с упором есть на YouTube-блогинг, с упором на разработку компьютерных игр, с упором на сайтостроение. Три вида программ для ребят постарше. У нас есть очень интересная программа «Мамкин веб-разработчик», мы его называем. Это 13-14-летние ребята. То есть они будут делать программы, такие очень интересные проекты по сайтам, делать свои первые сайты. И вот как раз-таки уже ребята от 14 до 18 лет, там уже интенсивное знакомство с профессией. То есть там уже полноценные проекты. То есть это будет и, если мы говорим про программистов, то это будет уже и язык программирования, и тестирование. У нас есть студенты, которые выбирают, например, свой выпускной проект, курсовую по, именно, ну, например, там, созданию брендинга компании. Кто-то выбирает по экстерьеру, интерьеру помещения. Ну, то есть они проходят все, что есть сейчас в мире дизайна интересного. И таким образом, уже когда готовятся к дипломной работе, они выбирают все-таки то, что им больше всего понравилось, к чему больше всего лежит душа. Поэтому вот эта программа Bootcamp, она мега интересна для тех, кто пытается понять, а куда я иду дальше, куда я развиваюсь за две недели, они поймут все-таки их это направление или не их. Стоит ли дальше в этом развиваться. И очень важная информация у нас с этого года на базе компьютерной академии открылся IT-колледж. с выдачей госдиплома, со срочкой от армии. И это уже, конечно, полноценная профессия. Там у нас идет по факультетам компьютерная графика дизайна и разработка программного обеспечения. В колледж мы принимаем по результатам именно личного собеседования. То есть там не нужно предоставлять ни ОГЭ, ни ЕГЭ, что, конечно, очень облегчает очень многим жизнь. Самое главное желание, конечно, и понимание того, что мы идем, это серьезная профессия, три с половиной года мы обучаемся. Например, если мы говорим про мою же дочь, она есть возможность обучения как дополнительной специальности. То есть она обучается в академии с 10 класса, обучаясь в школе, она параллельно уже получает свою профессию первую. То есть это тоже очень удобно. Это направление у нас в таком формате очень востребовано. То есть ребята 9, 10, 11 класс учатся в школе и уже учатся у нас. В итоге они выпускаются из школы и параллельно выпускаются из академии, уже имея свою первую профессию. И дальше они могут совершенствовать работу. И коль это дипломы и дополнительное образование, то можно получить налоговый вычет, я сейчас уже прикидываю, как родители. Да, все верно. Можно получить налоговый вычет, можно оплатить маткапиталом. И есть ряд компаний в городе, которые компенсируют обучение своих детей. Мы предоставляем отчетные документы, и, соответственно, они компенсируют своим сотрудникам обучение у нас. Ну что мы делаем вывод, что лето можно провести не только за компьютером, но и... С пользой и с интересом. Я думаю, что чем увлеченнее дети, тем в результате лучше живут взрослые. Это точно. А это было ток-шоу «Во всем виноват контрабас». До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...